Вот официально. Ну, вы знаете, в общем-то существует очень много видов бедности, как мы будем считать. То есть бедность по доходам, например, если возьмем, да, и бедность по лишениям. То есть у нас есть по доходам, вот, если мы будем рассматривать доходы, ниже прожиточного, выше прожиточного. А есть еще доходы плюс, например, недвижимость. Есть ли у тебя квартира, комната или еще что-нибудь, машина. То есть вот здесь вот момент. Есть ли у тебя возможность заплатить за образование, доступность к нему и так далее. То есть это вот уже более сложные моменты. Что касается подсчета, не статистического, а то есть те методики, которые разрабатываются в научной сфере. Ну вот я не буду называть наш институт, хотя мы тоже занимаемся этим вопросом. Но есть официальные уже такие организации, которые с позиции смотрят правительство. Это всероссийские центры уровня жизни населения. Они разрабатывают методики по подсчету бедности. И вот считается еще довольно-таки старая методика у них. Они считают, считали вернее, что бедным будет считаться тот, кто имеет доходы по доходной бедности. Уровень доходов равный трем прожиточным минимумам. То есть если мы будем смотреть 9 900, ну вот допустим так вот 10 тысяч, как раз эти три прожиточные минимумы это будет этот уровень бедности. Но сейчас мы идем дальше. Нам нужно строить другую экономику, инновационную экономику. Нам нужно мотивировать людей на работу. И в результате уже рассматривают не с точки зрения только трех уровней, а именно не с точки зрения прожиточного минимума, а рациональной какой-то корзинки. То есть если смотреть дальше, то сейчас уже где-то бедным считается человек, у которого доход, ну будем говорить так, 7 прожиточных минимумов. То есть в Екатеринбурге и вообще в России 70 тысяч рублей? Это уже не хватает на конкретно те моменты, те требования современной экономики, которые сейчас выдвигаются перед людьми. То есть это и образование получить. Получается в Екатеринбурге и вообще в России, если меньше 70 тысяч рублей, то фактически бедный? Ну получается, что так. Получается, что так. То есть доступность получается низкая, различных благ. Это у нас получается 80% населения тогда бедное. Получается так.